Заседание штаба по комплексному развитию региона началось с обращения граждан по линии Центра управления регионом. Большинство жалоб за неделю поступило на качество водоснабжения. На воду обращали внимание в 9 из 24 муниципалитетов. Чаще всего недовольство высказывали жители Ульянского и Чедоклинского района, а также областной столицы. Мы отмечаем, что существенно ситуация меняется. И простой пример приведу. Если мы в прошлом году фиксировали порядка 49 населенных пунктов, которые остро переживали повышение температуры, жару, то сегодня их было 28. Основные причины проблем – нехватка дебита воды и изношенность водопроводной сети. В этом году планируется заменить 22 водозабора, 43 водонапорных башни и 73 аварийных участков 19 муниципальных образований. Алексей Русских поднял тему экологии, также волнующей жителей области. Глава региона заявил о строгих мерах в отношении завода «Гиппократ» в Муловке. Предприятие, которое связывает с производством так называемых фанфориков, уже давно находится в центре скандала. Жить там невозможно. Я думаю, надо самые строгие меры принять, вплоть до остановления деятельности. Тем более, что бюджет от этого у нас никак не пострадает абсолютно. Просто компания вредит экологии. Областной Минприроды уже вышло с заявлением в суд с просьбой приостановить работу предприятия на 90 дней. Кроме этого, будут судиться за то, чтобы экологическую реабилитацию пруда красотки Гиппократ провел за собственный счет. В этот водоем попала барда с предприятием. Еще одна острая тема в преддверии летних каникул – безопасность детей на дорогах. Глава области сообщил, что 23 мая трехлетнего мальчика на самокате сбил 16-летний подросток без водительских прав. Пострадавший находится в больнице. Алексей Русских призвал в очередной раз провести работу в школах и с родителями о безопасности детей. Обсудили и ненадлежащее качество дорог. В этом году ямочный ремонт запланирован на территории 850 тысяч квадратных метров. На особом контроле у нас находится реализация объекта второй пусковой комплекс моста Президентский. Здесь на прошлой неделе мы также провели два выездных совещания. Повторюсь, что работы здесь идут несколько сопережений. Мы в августе текущего года планируем открыть движение по основному проезду. Еще одна опасность для детей – бродячие собаки. В первом квартале города животные покусали 370 человек. 67 из них были дети. В этом году планируется стерилизовать 1300 животных. Однако без полной регистрации всех животных, интерьерных президентом России, эта работа не даст результата. Руководитель агентства ветеринарии Нина Пелевин отметила, что почти у половины всех агрессивных собак есть хозяева. В 2020 году у нас направленность была по обращению граждан о жестоком обращении животных. Мы все это помним. И, конечно, нам огромную роль играли зоозащитные организации. Но, тем не менее, факт остается фактом. В 2021 году, я сейчас анализ сделаю первого квартала, кардинально изменилось обращение граждан к жалобе. Люди жалуются уже на наличие стаи животных и на то, что они сегодня не защищены от нападения от животных. Глава области поручила обеспечивать обратную связь между администрациями городских и сельских округов и центром ветеринарии о принятых мерах. Второй год в регионе будет действовать проекты «Лето в дворах» и «Лагерь в дворах». Они уже успели полюбиться как юным ульяновцам, так и их родителям. Цель которых, в первую очередь, социальная. То есть рядом с домом занять детей на каникулах, что позволит обеспечить их безопасность. В заключении штаба говорили о ситуации с коронавирусом. Область продолжает занимать 17 место в стране при заболеваемости. Глава региона указал на необходимость активного участия в вакцинации. Я вот четыре дня назад сделал. Ну ничего, день-день какое-то легкое недомогание, сейчас прекрасно себя чувствую. Ничего тут страшного в этом абсолютно нет. А вот затаиться за спинами других, я это называю паразитирование за счет других. Алексей Русских призвал глав районов последовать его примеру. Егор Титов, Данил Сурков, Артем Куранов. Управда ТВ.